Сегодня я хочу говорить об очень важной теме, часто эту тему называют тему нового поколения или тему наших детей. Вообще Библия говорит о детях очень много. В нашем служении, в нашей церкви мы теме воспитания, духовного воспитания детей, уделяем главную, приоритетную позицию. И я бы хотел сегодня поделиться своим пониманием того, что Господь говорит о детях, и что нам нужно сделать, чтобы не упустить наших детей, и чтобы наши дети знали Господа. Начнем с известного отрывка из Евангелия от Марка, 10 главы, с 13 стиха. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев, то Иисус вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Вообще, это ситуация, когда Иисус обращает внимание на детей. И, конечно, здесь написано, что к Нему приносили детей. Но центральная фраза этого местописания, на мой взгляд, «пустите детей и не препятствуйте». Действительно, никто не будет спорить, что дети в раннем возрасте совершенно охотно, с большим желанием идут в церковь. Но вот они вырастают, начинается такой подростковый период, и как раз многие верующие родители сталкиваются вдруг ни с того, ни с чего. Я бы даже сказал, многие из нас совершенно не готовы к тому факту, что дети не хотят ходить в церковь. Они говорят, что им интересно, скучно, это подростки, молодежь. И мы удивляемся, как же так, почему в раннем возрасте они с таким дерзновением, с таким энтузиазмом участвовали в сценках на Пасху и Рождество, читали стихи, играли разные библейские сюжеты и ходили с удовольствием на детское воскресное служение. Но когда они вырастают, что-то с ними начинается. И здесь, конечно, я бы сказал очень важный момент. Это то, что мы должны понимать, что если сегодня мы не обратим внимания на наших детей, то когда они вырастут, мы можем их потерять. Вы знаете, уже достаточно на большом промежутке времени мы отказались от фразы, что дети – наше будущее. И мы вдруг поняли, что дети – это наше настоящее. Именно сегодня они здесь, с нами существуют. И если мы будем думать о них, как о каких-то маленьких детях, ничего не понимающих, и вот это одна из проблем, что мы препятствуем приходить детям сегодня к Иисусу Христу, что они нам мешают, что мы считаем их слишком маленькими, мы начинаем их занимать какими-то детскими, на наш взгляд, вещами. И при этом мы даем им понимание, есть некая отверженность, которую они переживают, что они еще слишком малы, чтобы понимать нашего взрослого Бога. В нашей церкви, я уже говорил, детское служение является приоритетным. Но мы разделяем детское служение и служение детям. Детское служение – это одно из направлений нашей церкви, которое призвано профессионально служить детям и давать им прежде всего духовное образование, библейское образование, учить их каким-то вещам на основании той веры, которую мы имеем, делиться с ними верой. Но служение детям – это что-то большее. Это должно быть за рамках детского служения. И в служение детям должна быть вовлечена абсолютно вся церковь. Каждый взрослый человек должен осознавать свою ответственность за передачу своей веры новому поколению. И как раз здесь есть очень хороший момент, мы можем прочитать в Таразаконии, в 6 главе, в 7 стихе, следующий наказ Израилю. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Здесь не говорится о том, что Божьим Словом и верой в Бога нужно делиться только в синагоге или в храме. Но здесь говорится, что нам нужно внушать эти слова, библейские слова истины. Дети, они как губка, они все впитывают, они все смотрят. И на самом деле мы должны понимать, что сегодня они не так часто слышат наши проповеди на наших воскресных служениях, как они вникают в нашу жизнь. Вы знаете, я вижу актуальным то, что многие пробуждения и в истории начинались с очень серьезного обращения людей к Богу. Происходило много чудес, каких-то очень много движений, когда церкви росли. Но у меня есть несколько фактов, когда я вижу, что церкви допускали одну серьезную ошибку, они не обращали внимания на новое поколение, они не обращали внимания на детей. И тем самым через какое-то время пробуждение останавливалось по причине отсутствия преемственности, когда новое поколение, казалось бы, должно подняться, как мы это видим в Писании, когда Моисей составился. Иисус новин, будучи молодым человеком, он принял помазание от Моисея, и он продолжил то, что не смог сделать Моисей. Сегодня я являюсь старшим пастором церкви, которая служит во многих странах мира. И мы служим различным группам людей, мы занимаемся социальной работой, служим зависимым людям. Но одно из приоритетных направлений нашей церкви – это служение детям. И в нашей церкви, и в разных местах нашей страны, и также в разных других странах, особенно в странах развивающихся, странах третьего мира, где бедность, нищета, где дети подвержены насилию и всякой опасности. И вы знаете, у меня есть одна мечта, что все, что я сегодня не успею, как пастор, исполнить на этой земле и довести до конца, у меня есть глубокое убеждение, что обязательно найдутся те смелые люди, обязательно найдутся те, кто смогут продолжить эти вещи, и те, кто доведут это дело до конца. Поэтому я хочу, чтобы у меня были множество таких же Тимофеев, как у апостола Павла, чтобы были такие же Иисуса Новины. Поэтому мы сегодня особое время уделяем детям, строим с ними отношения. И вы знаете, дети приобретаемы для Господа, прежде всего не через проповеди и какие-то театрализованные служения, а через наши личные отношения. Я уже говорил, что есть много фактов, когда я вижу, что известные пробуждения теряли этот фокус, и в результате мы видим, что дети вырастали у христиан, которые очень горячо служили для Господа, и, попросту говоря, уходили в мир. Наверное, нет ничего печальнее такого факта. И я могу сказать сегодня, что это я вижу в Южной Корее, в стране, где очень много христиан, в стране, где очень много церквей. В Корее 10-15 тысячные церкви – это, в принципе, не удивление. Как раз сегодня мы можем видеть, что средний возраст церквей – это за 40 и больше. И, конечно, одна из трагедий, что молодежь и дети, они сегодня не так активны в церкви. Мы служим в одной из народностей Китая, люди, которые, нация, которая была обращена неким английским миссионером Фрейзеном, который под вдохновением Хацана Тейлора служил в этой части. И он очень серьезно обратил весь народ к Господу. И сегодня практически все население этой местности, оно знает Господа Иисуса Христа, но там есть очень серьезные проблемы с детьми. И сыновья, и дочери епископов, и пастырей сидят в тюрьмах за наркотики. И эта народность сегодня очень сильно открыта, они ждут сегодня нового Фрейзера, нового миссионера, который бы пришел и обратил бы теперь их детей к Господу. Вот это вот трагедия, когда церковь теряет. Я знаю, что многие славянские церкви в Америке, они пережили эту проблему, и сегодняшние евангельские церкви в России, они также переживают эту проблему, когда у служителей выросли дети, и часто они встают перед таким жестким фактом, когда дети выбирают свой путь, и они начинают говорить, папа, мама, извините, я ходил в церковь, потому что вы этого хотели, но теперь у меня свой путь, я хочу по-другому. Вы знаете, мы часто любим говорить, мы проводим множество разных семинаров для родителей. Я считаю, что самым ключевым фактором в духовном воспитании детей являются родители. Мы можем иметь самое лучшее детское служение, и там могут быть очень высококвалифицированные профессиональные служители детские, и служение может быть очень динамичным, интересным, захватывающим. Но если родители не воспитывают духовно своих детей, не делятся своим сердцем, своей верой, если они не изучают с ними писание, не молятся, не рассказывают о своих трудностях, проблемах, о своих свидетельствах, то фактически все усилия, которые могут быть направлены в этот момент со стороны детских служителей, могут быть равны нулю. И я очень часто люблю повторять, мы очень часто повторяем эту фразу, что трудных детей не бывает, но бывают трудные родители и те, кто их воспитывает. И вы знаете, также мы в последнее время, может быть в качестве шутки, мы провозгласили, что детское служение не является комнатой, камерой для хранения наших детей во время воскресного служения. Мне иногда кажется, что родители просто сдают детей на это детское служение, чтобы они не мешали им слушать проповеди. И, конечно, такой подход, он приводит к очень плачевным последствиям, потому что дети — это губка, это лакмусовая бумага. Вы знаете, по ребенку можно очень четко понять состояние духовное, прежде всего, состояние семьи, взаимоотношения между папой и мамой, насколько там, какая там духовная атмосфера. И очень часто у нас в случае мы проводим различные детские конференции на территории России, различные детские библейские лагеря в других странах. И вы знаете, у нас неоднократно мы могли слышать такие интереснейшие свидетельства, когда восторженные, наполненные Господом дети и начинают буквально своей верой зажигать родителей и задавать вопросы. «Папа, мама, почему вы не молитесь? Папа, почему ты не помолился перед едой? Почему то? Почему это?» И вы знаете, у наших детей очень много вопросов. Если сегодня мы не ответим на эти вопросы или не попытаемся ответить именно на эти вопросы сегодня, то завтра именно эти вопросы будут отвечать улица, мир, люди, не знающие Бога, которые будут влиять на наших детей. Когда мы упускаем наших детей, то на них начинает влиять этот мир. Вообще в Библии мы видим очень много случаев, когда Божьи люди упускали своих детей. Наверное, самым ярким примером является «Дом священника Ильи». Ильи описано в первой книге «Царство», в первой главе, что его сыновья Офни и Финес были нечестивыми сыновьями. Они забирали жертвы у верующих, отвращали их от жертвоприношения, спали с женщинами прямо у входа в Скинию и тем самым очень сильно отвращали. Мы знаем, что дом священника Ильи, он пал как раз по причине нечестия его сыновей. Очень интересно, что именно в этот момент Господь начинает действовать через другого ребенка. Это отрок Самуил, которого когда-то посвятила мама перед его рождением. Она сказала Господу, она имела проблемы с деторождением, и сказала, что Господь, если ты дашь мне ребенка, то я этого ребенка полностью отдам тебе на служение Господу. Вот эта молитва очень серьезно сыграла, и что-то произошло, и мы видим, что в Писании написано, что Слово Божие было редко, и видение нечасто, и по причине нечестия, которое происходило в этом доме, Господь очень крайне редко говорил. И здесь, в храме, маленький отрок Самуил, он возрастал в чистоте и святости, служил Господу, любил его, и Бог как-то заговорил ему. Он как-то позвал его, и Самуил даже не мог распознать голос Божий, он даже не мог понять, и он прибежал к священнику, к Илью. И Ильей, он знал Бога, вы знаете, то есть на самом деле он не был плохим человеком, но просто у него была проблема, то есть он не мог быть бескомпромиссным в воспитании своих детей. И мы знаем, что три раза прибегал к нему Самуил, и тогда Ильей понял, что с ним разговаривает Господь, и он научил его слышать Бога даже, то есть он даже мог его научить, но Бог не говорил с этим священником, Бог говорил с маленьким мальчиком. Вообще мы видим в Писании много случаев, когда Бог использовал детей, и это начинается и с Иосифа. Иосиф еще в детстве видел сны, и его не поняла семья, его не понял, даже отец с матерью не поняли, его не поняли братья, они завидовали ему и продали его в рабство, в Египет. Но тем не менее, в детстве он получил некое слово, и это слово исполнилось на протяжении всей жизни Иосифа. Мы видим, как был некий знатный человек, Нейман, военный начальник в Сирии, и он был очень известным, очень знатным человеком, очень важным человеком, у него была одна проблема, у него была проказа, он был болен, и никто не мог молиться за него, никто не мог помочь ему. И написано, что маленькая девочка, служанка жены Неймана, она очень серьезно знала Божьего человека Елисея. Вот как важно, когда дети знают Божьих людей. И вы знаете, через маленькую девочку Господь подействовал в жизни великого военачальника. Иногда мы слишком большие в собственных глазах, чтобы поверить и понять, что именно дети – это те, через которых может действовать Бог. И, конечно, в Псалме 8 мы знаем эти известные места, местописания, где написано, что «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». Мы знаем, что когда Иисус восходил в Иерусалим, то дети кричали «Асана», а фарисеи, они хотели, чтобы дети замолчали. Мы видим ситуацию, когда Иисус, будучи отроком в храме, был использован Господом, и в возрасте 12-13 лет Он настолько серьезно отвечал и задавал вопросы учителям Библии, что многих привел в недоумение. Мы видим, что когда собралось 5000 человек, их нужно было накормить, Иисус преломил хлеба и рыбу, то именно вот это вот малое количество, которое дал один человек, и этим человеком был маленький мальчик, ребенок, именно Он был тот, который не пожалел, и этим самым произошло чудо преломления, приумножения, и этим самым Иисус накормил такое количество людей. То есть мы видим неоднократно, как Бог действовал через людей. Мы знаем, что когда Мария была избрана Господом для рождения Иисуса Христа, она была фактически еще подростком, ей, скорее всего, было где-то около 14 лет, потому что браки в Израиле были ранние, как на Востоке, и мы понимаем, что по сути очень много ситуаций, когда Господь очень серьезно касался детей и использовал их. Еще есть очень интересное местописание в Евангелии Луки, в 10 главе, 21 стих, и здесь написано, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Вы знаете, на самом деле, Бог смотрит на людей не так, как люди, и мы знаем, что человек смотрит на лицо, а Бог на сердце, и на самом деле написано, что Он утаил какие-то вещи от мудрых и разумных и открыл младенцам. Мы знаем, что дети, они на самом деле имеют связь с духовным миром, и наверняка они имеют общение с ангелами, и дети как раз это те еще не загрязненные личности, которые имеют общение с Господом, и в принципе мы в Библии видим неоднократно, что Господь нас наталкивает на эту мысль. Вы знаете, у меня возникает вопрос, почему одни дети переживают Бога и хотят идти в церковь, а другие нет. И где мы будем искать сегодня инструменты духовного воспитания и ответы? Вы знаете, мы как христиане, мы не можем основываться на психологии или на какой-то житейской мудрости, конечно, ничего нет плохого в психологии, Писание говорит, всего испытывайте, хорошего держитесь, но есть ключи в Писании, в Библии. И я сегодня хотел бы отметить три важных пункта, которые помогли бы нам очень серьезно повлиять на наших детей и помочь им остаться с Господом. Первый момент – это посвящение. За серьезным служением детей всегда стояло посвящение родителей. И мы видим это вот как раз прежде всего в жизни Самуила, я уже говорил, что Самуил – это был судья Израилю, Бог очень сильно использовал его, и потом, впоследствии, мы видим, что это человек, который очень честный, непредвзято судил израильский народ, был лидером, духовным лидером, был священником, был пророком своему народу. И я сегодня понимаю, что за успехом Самуила было посвящение его родителей. Нам очень важно посвятить своих детей Господу. Нам очень важно, чтобы… Я верю, что за успехом, за духовным успехом знания нашими детьми Бога есть молитвы родителей. Нету ничего сильнее и мощнее это молитвы матери и отца, начиная с колыбели и заканчивая подросткового состояния. Конечно, очень важно также быть для наших детей хорошим примером посвящения. И если наши дети будут видеть неподдельную, искреннюю любовь к нашему Господу, то они никогда не отступят от Господа, потому что перед их глазами, перед их жизнью будет яркий пример нашего посвящения. И мы знаем, что Авраам, он также переживал некое время искушений, когда он ждал очень сильно своего первенца, своего продолжателя рода, Исаака. И мы знаем, что это долгожданный ребенок, который родился тогда, когда он уже не мог родиться, потому что настоящее чудо происходит тогда, когда чудеса невозможны. И Бог дал это, но чтобы проверить сердце Авраама, насколько оно предано Господу, и не стал ли долгожданный ребенок идолом для него, Господь сказал Аврааму принести своего сына Исаака в жертву. И вы знаете, Авраам не побоялся сделать это и послушаться Господу. И Писание говорит, что когда он вознес на гору, Исаак спрашивал Авраама, где жертва, потому что они не взяли с собой жертву, которую они должны были принести, то Авраам сказал, Господь усмотрит. И когда он уже вознес нож над своим сыном, то ангел Господь не дал ему это сделать, и в кустах был запутавшийся агнец, который является символом или прообразом Иисуса Христа. Иисус не хочет наших жертв на самом деле, и Бог послал своего сына вместо наших человеческих жертв. Но он испытывал сердце. Я думаю, что одна из проблем, почему мы теряем детей, это грех и долопоклонство. Мы держим наших детей на неправильном месте. То есть, мы забываем, что наших детей нам дал Господь, и на самом деле нам очень важно посвящать их и держать их на правильной позиции в своем сердце. И очень часто из-за этого у нас есть много ядовитой любви, когда мы потворствуем, как мы видим это в жизни, опять же, священника Илии, когда он потворствовал Офнию и Финесу, он не обличал их и тем самым упустил их. Второй момент очень важный, да, первое – это посвящение, второй момент очень важный – это исключить двойные стандарты в нашей жизни, потому что двойные стандарты приводят к драматическим сходам. Вы знаете, наши дети наблюдают за нами не тогда, когда мы ведем себя в церкви, во время служения, во время прославления, а как мы ведем себя дома, как мы общаемся, как мы разрешаем всякие конфликты. Нам не нужно внушать детям образ совершенного человека, как будто мы никогда не грешим и чем честнее мы будем рассказывать о наших искушениях и трудностях и того, что нам приходится иногда переживать, тем быстрее наши дети поверят нам и поймут, что мы не какие-то супермены, будучи христианами. И именно Господь, именно наша вера, она помогает нам преодолевать эти трудности. Вы знаете, я всегда еще говорю, что нужно очень важно следить за своими разговорами на кухне, когда слышат наши дети. Очень важно опасаться всяческих сплетен и осуждений, потому что одна из причин, почему люди не хотят, дети не хотят ходить в церковь, потому что они слышат плохие разговоры о церкви дома. Я всегда говорю, что если ребенок наотрез отказывается ходить в церковь, значит, что-то не то, что-то нездоровое в доме, значит, есть много осуждений, значит, родители, они позволили себе осуждать служителей и говорить какие-то вещи. и вы знаете, я очень часто сталкивался, когда дети жаловались, мне говорили, что папа, мама говорят плохо о церкви дома. И это одна из причин, почему дети потом не хотят ходить в церковь. И третий момент, нам нужно перестать смотреть на наших детей, как на слишком маленьких и думать, что слишком рано. То есть этот момент никогда не бывает слишком рано. Очень часто родители задают вопрос, когда дети могут покаяться, когда дети могут сознательно обратиться к Господу. Дети могут сознательно обратиться к Господу в том возрасте, когда они сами на это готовы. Нету никакого лимита. И я уже говорил о том, что мы видим, когда очень часто в Писании Бог очень серьезно использовал детей в их раннем возрасте. Нам очень важно учить детей Божьему присутствию, величию, его характеру, говорить о его любви, очень важно не внушать детям. Мы не можем научить детей не грешить, но мы можем влюбить наших детей в Бога, зажечь их страстью по Господу. И тогда наши дети, они действительно будут возрастать в вере очень естественно, они будут вместе с нами преодолевать все трудности. И вы знаете, очень важно именно в детском возрасте стать друзьями нашим детям, другом ребенку, потому что когда начнутся серьезные вызовы в жизни, есть вероятность, что ребенок придет и будет открываться вам об этом. Поэтому вот те вещи, которые бы я сегодня хотел вам сказать, что нам очень важно впустить детей, как говорит Иисус Христос, и не препятствовать им приходить. И потом написано, что Иисус возложил руки, то есть этим самым Он принял детей в Божью семью. И Он сказал, что дети есть часть Божьего Царства. То есть дети, это сегодня в нашей Церкви полноценная часть нашей жизни. Поэтому мы никогда не говорим им, что им рано служить или рано ездить с нами на миссию или участвовать. Они полноценно участвуют во всех сферах жизни нашей церковной. Именно поэтому, когда они вырастают, им очень легко присоединиться и быть частью нашей Церкви. Поэтому, дорогие родители, я призываю вас взять ответственность и понять, что ваши детей не приведут к Богу церковные детские служители, но все зависит именно от вас. И духовное воспитание ваших детей прежде всего зависит собственно говоря от вас. Это очень важно обратить на них внимание сегодня и тогда завтра наша Церковь она будет иметь будущее. Будьте благословенны, молитесь за детей, учите их, будьте с ними всегда, являйте им правильный пример и будете счастливы. Аминь. смартфоне, напомним, что мастер afarно, награться, аминь. Аминь. to